В данном уроке мы поговорим про специализацию шаблонов. Специализация шаблонов — это механизм, который позволяет указать особую реализацию для шаблонов функций или шаблонов класса при конкретном значении шаблонных параметров. Давайте начнем с обсуждения специализации шаблонов классов, а точнее с полной специализацией шаблонов классов. Дело в том, что бывает еще частичная специализация шаблонов классов, про которую мы будем говорить позже. Для примера давайте использовать шаблонный класс массива, про который мы уже не раз говорили. В объектах шаблонного класса массива, в том числе, хранится указатель на динамический массив типа T. Сколько памяти в куче нам потребуется для того, чтобы хранить этот массив? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно знать, сколько байт занимает значение типа T. Для того, чтобы это узнать, можно воспользоваться оператором sizeof. И нам также потребуется знать количество элементов этого массива. Если мы теперь перемножим эти значения, то мы получим суммарное количество байта, которое необходимо выделить в динамической памяти для хранения этого массива. Для конкретного типа T, конкретного значения size, можно вычислить это значение. Например, если T — это тип double, а size — это, например, 1000, то нам потребуется 8000 байт в динамической памяти. Давайте теперь решим эту задачу для T равного bull. Оказывается, что для T равного bull эта задача немножко более сложная. Дело в том, что в стандарте явно не указано, сколько байт должно занимать значение типа bull. Однако мы точно можем сказать, что значение типа bull занимает как минимум 1 байт. То есть, что sizeof bull больше либо равно 1, так как никакой тип не может занимать меньше 1 байт. Таким образом, для хранения тысячи значения типа bull нам потребуется как минимум 1000 байт. Много это или мало? Давайте подумаем. Значение типа bull хранит одно из двух возможных значений. Это либо истина, либо ложь. То есть, либо единичка, либо нолик. С точки зрения информации, которая может храниться в значении типа bull, тип bull соответствует одному биту информации. То есть, либо единичке, либо нолику. А мы для того, чтобы сохранить одно значение типа bull, тратим как минимум 1 байт. То есть, как минимум 8 бит. Если бы мы могли хранить значение типа bull таким образом, чтобы одному значению типа bull соответствовал ровно 1 бит, то мы бы смогли сэкономить в памяти. Сколько? Вместо того, чтобы хранить 1000 байт, мы могли бы сохранить 1000 поделить на 8, то есть 125 байт. Мы таким образом получили бы выигрыш по памяти в 8 раз. А точнее, как минимум 8 раз. Потому что значение типа bull могло занимать и 2 байта, и 4 байта. Это не противоречит стандарту. А значит, мы могли получить выигрыш, соответственно, в 16 или в 32 раза. Но даже выигрыш в 8 раз это уже довольно много. Каким образом мы можем достичь этого на практике? Можно не выделять массив bull, который займет 1000 байт, как минимум, а выделить массив каких-то других типов и закодировать значения типа bull внутри значений этих типов. Например, можно выделить массив целочисленных значений и закодировать значения типа bull в битовом представлении этих целочисленных значений. Давайте пойдем таким путем и адаптируем шаблонный класс array для работы с типом pull. Для этого мы объявим его полную специализацию. Для того, чтобы ее определить, мы укажем такой шаблонный заголовок с пустым списком шаблонных параметров. Это будет означать полную специализацию шаблона. И дальше укажем тот шаблонный класс, который мы специализируем, и его реализацию, собственно. Здесь мы специализируем шаблонный класс array для работы с типом bull. Эта реализация будет работать в том случае, если в шаблонный класс array в качестве типа t мы подставим тип bull. Теперь надо разобраться, каким образом мы будем кодировать значения типа bull в значениях целочисленных типов. Для этого нам нужно понять, в каком целочисленном типе мы будем кодировать значения типа bull. Наиболее удобным и простым типом для этого является тип int. Давайте его использовать. И нам нужно туда понять, сколько бит мы можем закодировать в одном int. Для этого давайте заведем следующую статическую константу. them your int bits. Это количество бит в одном int. Для того, чтобы его посчитать, мы умножим количество бит в одном байте и умножим это на количество байт в одном int. На современных компьютерах int обычно занимает 4 байта, поэтому в нашем примере давайте считать, что эта константа равна 32. Теперь давайте обсудим, какие данные мы будем хранить в объектах этой специализации шаблонного класса array. Мы не будем хранить указатель на динамический массив типа bull, а будем хранить указатель на динамический массив типа int. То есть мы вместо указателя на bull здесь храним указатель на int и инициализируем поля этого класса следующим образом. Нам в конструкторе приходит количество элементов. Мы инициализируем поле size количеством элементов и выделяем динамический массив типа int следующего размера. Мы здесь количество элементов, но давайте считать, что в size нам приходит 1000. 1000 делим на количество бит в одном int, в нашем случае это 32. Получается 31. И мы еще прибавляем плюс 1. Этот плюс 1 мы добавляем из тех соображений, что целочисленное деление округляется вниз. И таким образом, даже в нашем примере, например, 1000 не поделится на целом на 32, у нас останется 8 в остатке. И нам эти 8 дополнительных булов надо где-то хранить. Для этого мы добавляем один запасной int. Теперь давайте посмотрим, как можно реализовать доступ к значениям типа bull, которые закодируют в значениях типа int. Для этого посмотрим на реализацию константного оператора квадратной скобки. Важно отметить, что этот оператор именно константный, потому что для реализации неконстантного нам придется некоторым образом исхитриться. В чем проблема с неконстантным оператором? С константным оператором все просто. Мы можем в качестве возвращаемого значения вернуть значение типа bull по значению. То есть мы здесь просто возвращаем bull по значению. А в неконстантной версии оператора квадратные скобки нам нужно вернуть ссылку. Но ссылку мы вернуть не можем, потому что ссылку можно возвращать только на те значения, которые где-то в памяти хранятся. А у нас эти значения явным образом не хранятся. Мы не можем вернуть ссылку на конкретный бит. Поэтому у нас есть некоторая проблема. Мы хотим вернуть ссылку на bull, а этот bull на самом деле нигде не хранится, и ссылку в нем вернуть не можем. Эта проблема решается, но довольно непростым образом. Чтобы это здесь не обсуждать, давайте рассмотрим именно константную версию оператора квадратные скобки. Каким образом нам можно получить значение типа bull, закодированное внутри массива типа int? Для начала нам нужно понять, в каком конкретном int нужно искать соответствующее значение типа bull. Давайте посмотрим. Пусть индекс, который нам приходит, и это некоторое число, но давайте считать, что 100, например. Нам пришло значение типа 100. Мы теперь должны понять, в каком int нам искать соответствующий битик. Давайте возьмем 100 и поделим на количество бит в одном int. Таким образом мы получим значение 3. Это и будет номер int, внутри которого закодирован этот bull с номером 100. Теперь нам нужно понять, какой бит этого int соответствует этому значению типа bull. Ну, если нам для того, чтобы найти номер int нужно было поделить, то для того, чтобы найти уже бит внутри собственной int, нам нужно найти остаток от деления i на количество бит в одном int. То есть мы вычисляем следующее значение. Мы берем 100 и вычисляем остаток от деления 100 на 32. В данном случае это будет 4. То есть нам нужен четвертый бит из int с номером 3. Ну, то есть с четвертого int. Каким образом мы можем получить этот бит? Для этого мы возьмем значение типа 1. Значение 1, просто значение типа int 1. В битовом представлении это будет много-много ноликов и в конце единичка. И теперь мы сдвинем эту единичку при помощи оператора сдвига на 4 позиции влево. Таким образом мы получим следующую маску. Много-много ноликов, потом единичка, нолик, единичка, потом 4 нолика. Потому что мы единичка ставила в самом конце, и мы ее сдвинули на 4 позиции налево. Такая маска будет соответствовать четвертому биту в значительном числе. Теперь эту маску надо применить к этому int. Для этого мы воспользуемся оператором побитого i. И таким образом, если в этом int с номером 3 на 4 позиции, то есть соответствующий бит был единичкой, то операция логического i выдаст некоторое ненулевое значение. Это ненулевое значение будет при приведении к типу bool, операторе return, приведено к значению типа true. Ненулевое значение всегда приводится к значению типа истины. Если же там стоял нолик, то побитого i выдаст нам ноль, и ноль всегда приводит к значению типа false. Таким образом мы при помощи такой хитрым образом сделанной маски научились получать значение из int. Аналогичным образом можно научиться кодировать значение типа bool в значение типа int. То есть устанавливать соответствующие биты в битовом представлении целых чисел. Для этого нам потребуются аналогичные маски. Если мы захотим закодировать значение истина, то есть установить некоторый бит в состоянии 1, нам потребуется точно такая же маска, маска, состоящая из одной единицы и многих нулей. И такую маску надо будет применить к соответствующему int при помощи оператора битого или. Если мы захотим закодировать значение false, то есть установить некоторый бит в значение 0, то нам потребуется обратная маска, маска, состоящая из одного нуля и многих единиц. И такую маску надо будет применить при помощи оператора битого i. Таким образом, за счет полной специализации шаблона класса array, мы получили оптимальную по памяти реализацию этого класса, и в том случае, когда t является значением типа bool. Надо отметить, что данная реализация является именно оптимальной по памяти, а по времени доступа мы немножко проиграли. За счет того, что мы не храним явное значение, кодируем и раскодируем, на это тратится некоторое время, и надо понимать, что доступ к элементам такого массива будет немного медленнее, чем доступ к честному массиву типа bool.